так всем привет по видеонаблюдению в общем вопрос оказался вообще не не простой в общем красноярск я съездил там оказались рога и копыта то есть вы представляете вот этот телефон юридическая бесплатная помощь который размещен на сайте стройнадзора они жилищной инспекции оказалось просто реклама частников то есть есть какая-то контора которая подписывает договоры видать юридическими разными компаниями и она заманивает им клиентов представляете и она меня заманила в красноярск в такую шарагу что просто там ужас я даже не буду рассказывать вам в общем какой-то беспредел но я вам хочу так я не знаю как это описать короче просто люди без юридического образования я не знаю или обративание есть без юридических знаний абсолютно я знаю больше них оказывают услуги центре красноярска сняли офис нерусские и там и русские нерусские и в общем обманывают людей я туда пришел то есть я посмотрел на них на всех есть у меня записи кому интересно может быть скину аудиозапись но там просто там идиотизм полный я все я понял что меня обманули я ушел оттуда сегодня я пошел в управляющую компанию нашим к нашим юристам к юристам нашей управляющей компании сибирский город там я так понял ну как минимум два юриста а вообще сидела трое может быть даже трое листов там было в общем они там ввязались в спор друг с против с другом они признали что они не могут ответить на этот вопрос что этот вопрос непростой и требует разбирательства и времени вот они друг с другом там начали спорить одна горит одно другая другое в общем такое ощущение что видеонаблюдение только мы хотим впервые в мире вообще поставить и никто этого не ставил в общем вопрос такой непростой оказался хотя везде висит видеонаблюдение смотришь на всех зданиях на всех сооружениях из дети камеры как это все происходит но видимо люди правда сами скидываются как-то у нас тоже же камеры висят никто же не знают что они не работают одна камера работы моя короче ладно не будем размазывать кашу по тарелке короче записался к юристам на консультацию вот там все обговорим и организуем голосование вот и по если мы с вами наберем голоса то весь дом то есть нам в платежку включат нужную сумму вот мы ее разобьем там на три месяца вот например на видеонаблюдение у нас 100 тысяч стоит и шлагбаум 20 до вот сто двадцать тысяч вот 120 тысяч разделить на сто сорок четыре квартиры но по тысячи рублей да но мы на путь допустим разобьем этот платеж там на два или три месяца все вот либо по 300 либо по 500 рублей с нас снимут три месяца подряд эта сумма наберется и это плат из платежки это графа она уйдет все больше не будет собирать управляющей компании и вот на эти деньги которые соберут за два-три месяца управляющая компания эти деньги передаст той организации с которой мы у которой мы решили как бы приобрести это видеонаблюдение это будет контроль сервис все и вот так мы приобретем все если мы не наберем голосов если мы не наберем голосов во время голосования тогда придется скидываться просто вот нам там кто готов на это скинуться то есть это сколько там квартиру мы наберем разобьем эту сумму и ну там подороже получится но и не особо справедливо то есть потому что все таки пользоваться будет весь дом а заплатит только процентов 30 от дома это неправильно так что я все-таки думаю что давайте попробуем организуем голосование мы в это голосование включим сразу вопросы по переизбранию совета дома это переизбрание председателя дома по видеонаблюдению пошла к бауму потом что мы там еще по наделение совета дома и председателя дома полномочиями определять виды работ по текущему ремонту вот в общем вот это вот мы сделаем и мы с вами сразу же мы сразу же с вами увидим огромную перемены огромные нашей жизни я вас уверяю потому что наши деньги перестанут тратиться куда попало как попало мы будем все знать с нами будут разговаривать мы плоды сразу будем все это время так что так вот давайте подождем сейчас ждем звонка как меня пригласят но я понимаю им надо подготовиться там вникнуть в этот вопрос собрать информацию то что я попросил не просто мне сказать а показать где это написано ну что ссылаться поэтому им надо время сейчас они подготовятся соберут информацию меня вызовут туда я все это законспектирую с вами поделюсь чтобы мы все знали как это все делается и организуем собрание вот так вот здравствуйте я бы хотел поговорить по поводу видеонаблюдения как там организовать почему нельзя там еще текущего ремонта у нас многие уже согласны а деньги на доме узнавали есть ну они будут однозначно мы не сию секунду хотим а вы можете голосовать просто надо провести общее собрание подголосовать протокол будет на основании протокола то есть ваших денег по текущему ремонту будет установка по текущему ремонту все-таки будет вы можете пройти клин николай не 29 кабинета нам все это подробно расскажет как поэтапно сделать почему вот здесь вот спорный вопрос да вот тоже можно за текущий ремонт обычно если не входят в состав общего имущества видео камер не было изначально вам нужно будет выбрать источник финансирования также как слабау ставят изначально не было но по всем вопросам подробно это с ириной николаевна она меня к юристу отправила что-то более точно вы у нее были да я с ней созванивался еще на месяц может быть назад но вообще у нас висят видеонаблюдения уже давно уже нет конечно дом 7 состав общего имущества они сейчас входят вот эти висячие не входят то есть вы отдельно на них собираете денежки да и отдельно там ремонтирует они рабочие вообще мы не важно ну смотрите вот сейчас они у вас не рабочие управляющая компания их не обслуживает вот и чтобы нам поставить вам нужно выбрать источник финансирования то есть дополнительно на них собрать деньги это называется как внеплановые как вот это правильно нет это не внеплановые это за пределами договора управления то есть допустим у вас есть какой-то источник дохода иной в доме нет передача в аренду общего имущества не сдаете денежки никакой доставать даем а денежки не капают короче у нас там провайзеры висят ну вот надо порядок все наводить вот допустим вы можете потратить свои деньги дополнительные дополнительный источник финансирования его нет нет ну тогда нужно выбирать что выбирать то есть управляющая компания она просто может помочь собрать эти деньги да мне вроде вот ирина алексеевна сразу что управляющая компания может как бы включить по голосованию по нашему дополнительный тариф чтобы сборки подождите если вы установите дополнительный тариф дополнительный чтобы собрать деньги но именно конкретно на видеокамеры вот вы хотите сейчас нет 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 мы хотим это просто уже свет минимального перечня работы это внесение изменений нет мы не хотим чтобы управляющая компаниях обслуживала мы просто хотим собрать средства на это видео а какой должен быть хором увеличение состава нет состав общего имущества вы их не не включаете надо посмотреть какой хором либо 50 либо две трети вот это важно очень потому что две трети конечно же посложнее будет а 50 возможно мы наберем а где вот это написано как бы разобраться я написано в жилищном кодексе может личный кодекс у вас же как юрист есть но давайте разберемся ради бога давайте запишем я не настаиваю абсолютно видео камеры и шлагбаум тоже второй у нас один уже стоит один лежит вот мы хотим поставить по аналогии как по шлагбауму мы не обслуживаем не обслуживаем когда вы ставили шлагбаум вы откуда деньги брали дополнительно собирали да там были дополнительные доходы которые сейчас что мы с вами не сейчас все изменилось было очень давно и мы бы хотели чтобы управляющая компания нам помогла собрать деньги основываясь на нашем голосовании и мы хотим узнать сколько нам голосов нужно собрать ну хорошо я уточню уточните пожалуйста и чтобы дополнительный этот источник финансирования насчет компании как вы это хотите сформулировать то есть я не я не знаю я не я пока не могу понять что вы хотите давать я вам объясню или мой прист вам сейчас удобно это говорит ну тогда давайте назначьте время когда удобно не могу назначить я вам позвоню чтобы у к помогла собрать деньги жителей жильцов на видеонаблюдение сколько голосов надо на собрать как это все организовать и где это все прописано на что нам основаться законно но жилищный кодекс мы здесь же проведем наблюдение ничего не сказано там какая-то по моему судебная практика еще должна здесь в общем все жилищно если в общем ранее как проводится так что какой процент голосов там все все расписано так что я вас услышала чтобы у папа помогла собрать деньги жильцов там восемь девятьсот тринадцать восемьсот тридцать пятьдесят восемь сорок семь свяжутся но мы вот именно вот хотелось бы у кого то есть встречи будете организуйте встречи не в телефонном разговоре мне бы хотелось бы именно по документам позвонят все ваши пожелания а когда это примерно я не могу ваша жизнь не к вам позвоню если захотите прикидывать назначил старейшим до свидания